это видео будет не про игры или ностальгические воспоминания прошлого нет сути посыл в данном случае несут рассказ про то что человеку свойственно меняться но сам человек эти изменения не всегда осознает все началось достаточно давно однако замечать нечто необычное я начал только недавно когда обманывать себя стало нестерпимо сложно самый типичный день моей жизни я сидел и писал текст для нового ролика по вампирам писал же я в состоянии странном в душе витало чувство что-то определенно не так такое было когда я монтировал этот ролик даже этот вроде бы все делаю буквально как обычно но что-то определенно не так тогда решил посидеть ради интереса пересмотреть свои предыдущие ролики не могу точно сказать почему появилась это желание просто появилась и все тут смотря старые ролики я заметил огромнейшую странность и задал себе наверное самый неожиданно вопрос за всю мою жизнь неужели эти ролики делал я жиробас ебаный некоторых начинающих ютуберов часто при просмотре видео других более популярных деятелей возникает мысль что они никогда не смогут делать ролики также такое бывает победами но сам я далеко не начинающий производитель развлечений мало того тоже мои собственные видео которые по ощущениям делал совершенно иной человек далеко не всякого мора терпит в стенах этой крепости понимаю так почему же у меня складывается чувство что я лично никогда не смогу повторить и сделать так же вау столько приключений за один день это зажигательно хотя не так зажигательно как приключения одного плотника на голгофе как же я был хорош по крайней мере в рекламе точно интересно насколько сильно отличается реклама сейчас яркие сладкие напитки без сахара наполняют энергией неважно играешь ты или просто занимаешься своим делом силы побегут по венам а вкус это какие разнообразные ох сколько их но лично мне больше всего нравится вкус оригинал но самое главное в нынешние трудные времена ты все это можешь заказать не нужно идти в магазин полный чумных людей там потом попасть под удар паладина сидит дома и жди курьера курьера что доставит тебе то что твоей душе угодно желаешь шейки красивый а может желаешь коврик для мыши с клавиатуре а в магазине действует супер выгодное предложение но она ограничена по времени успей урвать выгоду имба энерджи переходи по ссылке в описании под роликом и затаривайся прямо сейчас московский имбоварочный завод напоим имбой весь мир я продолжил просмотр своих роликов и конкретно тут настроение моих мыслей изменилось оба дэву лукорс вайллс вот а я без пойти да да а вот это уже мой тимат подобный ролик я могу сделать без каких-либо проблем мало того я бы даже сделал дополненную версию где пояснил бы что он терзает элен не потому что она стала жертвой насилия а потому что она на самом деле одна из тех кто этого ам и создал разобрать нечто сложное непонятное угрюмое старые у меня охота гораздо больше чем шутливо пересказать сюжет какой-либо игры мне более по душе зайдет расчленение по кусочкам чего-то древнего или же я с большим удовольствием разжую и плюну в рот суть аркады без сюжета именно тут я кое-что начал понимать как часто вы ловили себя на мысли что занимаетесь чем-то совершенно не тем что-то вы делали очень долго очень часто и раньше у вас получалось но ныне у вас это получается плохо и плохо оно получается потому что вам уже не так интересно что вы тут делаете наша народ воды наша жить здесь наша рыб ловить рыбка моя рыба большой большой ой наша не полюбляй клан земля маг пытается на запутать своими уги-буги магическими но трис рофлет на нем и говорит что лайк да он почти всю ману потратил на телепортацию сюда так что опасности от него как от курения табака через подмышку ноги как я был силен тогда мне очень понравилась игра про вампиров но вот делать ролики с пересказом сюжета почему-то совершенно не интересно у меня все больше складывается ощущение что создаваете ролики пытаюсь скопировать самого себя предыдущего себя того самого bb который будь он здесь с легкостью склепал бы вам кратко про вампирский маскарад и приправил бы все это юморесками ныне же я не умею так пересмотрите какой-нибудь ролик старый и посмотрите ролик по вампирам я уверен что у вас сложится впечатление мол ролики последнее делал школьник который пытается мимикрировать под бб по того самого бб тот который тот природа устроила человека достаточно забавно человек меняется как часто у вас бывало такое чувство ютубер или какой-либо иной контент-мейкер который вы смотрели часто ныне вам не особо интересен потому что он не тот он не тот каким вы его увидели в первый раз причем этот первый раз у каждого свой мы когда женой первого человека грохнули и конкретно тут могут быть две самые ироничные причины того что что-то совсем не так первый вариант таков прошло достаточно времени и ютубер под весом жизни и окружающих факторов поменялся житие у нас тогда на ютубе тяжкое было поменялось мировоззрение чувство юмора тон речь образ мышления интересы да и сам человек уже совсем иной другой да это бывает неприятно но второй вариант более забавный я бы даже сказал издевательский со стороны природы возможно поменялся ты попробуйте оглянуться назад и взглянуть на ваше собственное я существовавшее несколько лет назад почему тому человеку было интересно заниматься теми или иными вещами которые ныне у вас не вызывают никаких эмоций или даже наоборот почему тому человеку это было не интересно но интересно тебе сейчас если представить жизнь в виде линии то на каждом отрезке времени будет существовать какая-либо из ваших личностей привязанная именно к этому периоду причем эти личности могут отличаться между собой очень сильно это конечно же естественный ход жизни но к сожалению никто нам этого не расскажет баба и прошлого очень любил делать на уме и комиксы в нескольких картинках дабы люди похихикали и раздербанили единичные картинки на вп тем самым сделав эти комиксы еще более популярными а еще баба и пробовал делать ролики для ютуба говно а ты удобок ты дебил правда он пытался выйти за счет ненависти а подобное многим те времена уже сильно приелось однако время шло и комиксы стали получаться все хуже и хуже а новые больше походили либо на пародию либо на конвер по методичке почему а потому что данным ремеслом уже занимался совершенно другой человек именно тогда уже бебею внезапно пришла мысль сделать ролики формата кратко про и объективно ролики были хороши в наше время очень часто делают мемчики по разным классическим играм ибо проблемы современной игровой индустрии заставляет людей вспоминать игры которые по мнению многих намного лучше этих ваших fallout of 4 call of duty и прочего шлака для особенно однако и у этой эры был свой срок жизни допустим и представим условно вместо бебея появилась новая личность которую мы условно назовем бепс бепс не так весел и жизнерадостен как бб и весьма плохо создание роликов формата профильных прохождений уж больно тяжко с юмором и увеселительной клоунадой создание подобных роликов не приносит ему удовольствие и следствие этого данные ролики по качеству схожи с унылым говном зато вместо этого он с большим удовольствием заставляет вас страдать клепая ролики под ворфом и всякому статью где не вынужден каждые пять минут высирать смешнявку чтобы юные умы не ливнули из ролика бепс не смеется с шуток прописюны это как-то срамно что ли но он вынужден это делать потому что так дел бы и получалось у этого засранца хорошо к чему вообще все это виду я устал делать ролики формата коротко про да и просто юморные смешные видос пора бы уже себе признаться что больше у меня это не получается более я не могу стрелять очередью рандомного шит постинга как раньше просто потому что мое чувство юмора изменилось но самое главное мне вообще не интересно просто так пересказывать тех же вампиров мне веселее самому их пройти да 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 даже если я по ним летсплей записывал бы это это принесло бы мне больше удовольствия возможно если я в будущем и сотворю контент по этой игре то только виде громоздкого ролика или даже серии громоздких роликов про три игры сразу как это было с кирандии и сделано это все было бы с минимум юмора потому что жизнь она настолько бредово иронично что даже шутить не надо знаете что было бы настоящим комедийным златом знаете ролик в моем исполнении про фури квест созданный студии dreamers гилда теми самыми ребятами которые сделали эту прекрасную игру про нехорошие и что самое ироничное это то что в некоторых моментах эти игры черт побери пересекаются тем не менее речь идет совсем об ином вот мой вывод обо всем этом изначально я планировал данный ролик как извинение за то что я в последнее время клепают дерьмо я признаю это однако все вылилось заявление что ныне контент меняется я же более не буду балансировать пытаясь удержаться между юмором приколами и за унылой аналитикой игр между юной аудитории и аудитории постарше я буду пробовать новое а вас же прошу более не просить меня тех или иных играх похоже не получается у меня удовлетворять спрос на то чего желаете вы я часто замечаю комментарии что люди хотят чтобы было смешно и задорно как раньше и при этом чтобы задорные ролики были по играм что желают другие люди но я так ныне не умею делать бэй бэй был умел а теперь он ушел и оставил меня одного с почти полумиллиона аудитории на канале и почти двумя сотнями тысяч людей в паблике которые все еще ждут ждут когда станет как раньше ждут когда вернется гниль ютуба когда вернуться жидогейминг и всратые скетчи ждут продолжение комиксов и ждут продолжение комиксов про грааль однако эти люди подписчики зрителя сами того не замечая меняются кто-то не понимает почему внезапно разонравился рисовать писать играть круг общения старый сменился новым а те кого он смотрел раньше на ютубе почему-то уже не те что-то определенно не так если так буду нормально будет да подожди вот здесь она у меня в этот кадр попадает московский имбоварочный завод напоим имбой весь мир все идет